В одном зале представители всех муниципалитетов, а их в области 289, собрались, что называется, сверить часы. В решении вопросов местного самоуправления не должно быть расхождений. Как отметил в своем выступлении губернатор Александр Богомаз, усилия каждого по отдельности приближают к достижению общих целей. В первую очередь это исполнение указов президента Российской Федерации. Вопросы указа являются для нас приоритетными и находятся на постоянном контроле. В регионе создан Совет по проектной деятельности при правительстве Брянской области. Определены кураторы 44 региональных проектов по таким ключевым направлениям, как занятость, поддержка семьи с детьми и граждан старшего поколения, здоровый образ жизни и здравоохранения, современная школа и молодые профессионалы, социальная активность, информационная безопасность, экспорт продукции, развитие сельской кооперации и многое другое. Общий объем финансирования на эти цели до 2024 года составляет более 36 миллиардов рублей. Средства на исполнение проектов в полном объеме предусмотрены в основном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 год. Все региональные проекты интегрированы в государственные программы Брянской области. То есть правительство области, руководство муниципальных образований, депутатский корпус, все вместе мы будем работать над исполнением этих проектов. В каких направлениях двигаться, чему на местах уделять большее внимание. Традиционное собрание Совета муниципальных образований – удобная площадка для обсуждения перспектив развития городских округов и сельских поселений. Форум прошел в режиме открытого диалога, что позволило выработать четкую последовательность действий. Область эффективно развивается. За их стекший 2018 год мы плюсом получили около 3 миллиардов в областной бюджет. Эти деньги мы с вами направляем в основном, губернатор решает по нашей просьбе, по вашей просьбе, на те социальные направления, которые действительно сегодня требуют внимания. И те же больницы, и те же школы, и детские сады, и дороги, и мосты, и культура наша и так далее. От масштабных задач регионального уровня к вопросам местного характера. На собрании ассоциации обсудили финансовую сторону содержания муниципалитетов. Только 20% поселений имеют собственные доходы, позволяющие и содержать управленческий аппарат, и направлять часть средств на развитие территорий. Большинство же не зарабатывает даже на содержание своих сотрудников. Именно поэтому в прошлом году в регионе начался непростой процесс объединения муниципальных образований, который продолжается и сегодня. К основным положительным моментам укропнения поселений можно отнести следующее. Сокращение числа дотационных и глубоко дотационных поселений. Сокращение управленческих расходов депутатского корпуса. Консолидация налоговых и неналоговых доходов и дотаций в рамках большего по объему бюджета поселения. Необходимо подчеркнуть, что доступность жителей до органов местной власти сохранится. Говорили на форуме и о таком направлении поддержки муниципалитетов, как инициативное бюджетирование. Оно предполагает вовлечение граждан в процесс создания нового облика населенных пунктов. Здесь успех зависит от того, смогут ли главы городских округов и сельских поселений расшевелить местных жителей, чтобы они сами выбирали, какой двор или общественную территорию отремонтировать в первую очередь. Это очень важный момент, о котором всегда говорит президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Судьбу своего двора, улицы, населенного пункта должны решать люди. Задача непростая, но определенные успехи в этом направлении уже есть. Отличников в сфере местного самоуправления поощрили грамотами и грантами. В числе награжденных Галина Афонина, глава Верхопольского сельского поселения Карачевского района. Президент нашей страны Путин Владимир Владимирович и губернатор наш Александр Васильевич Богомаз делают все для того, чтобы именно в Брянской области, в наших населенных пунктах мы участвовали в социально-экономических программах. И вот в таких программах наше поселение участвует с 2010 года. Подводя итог встречи, глава региона Александр Богомаз выразил благодарность Общероссийскому конгрессу муниципальных образований и отметил, что местное самоуправление в Брянской области с момента своего формирования получило признание как эффективная форма народовластия. Екатерина Карманова, Сергей Дюков, События Брянск.